витаминов для нормальной работы организма необходимы также некоторые микроэлементы сами микроэлементы могут занять состав те же самых витаминов а также гормонов и многих питательных веществ которые помогут спортсмену справляться с возрастающими нагрузками микроэлементы жизненно необходимы для всех тканей организма они находятся в них очень значительных количествах они собственно говоря поэтому называются микроэлементы также они содержатся в структуре ряда фрегментов гормонов они способны стимулировать или угнетать многие биогимические процессы у спортсмена обмен веществ ускорен на много раз по сравнению с обычным человеком поэтому особенно необходимо это для тех кто занимается спортом самым важным наверное является железо около половины всего железа в организме человека находится в форме гемоглобина который придает крови красный цвет гемоглобин переносит кислород из легких по всему телу следовательно его недостаток проявляется усталостью и мышечной слабостью железо также необходимо для структурного построения мышечных белков которые строят наши мышцы и во многих биогимических реакциях железо вступает катализатором то есть усилителем реакции и ускорителем про запас она откладывается в печени и почка недостаток железа питания ведет к анемии недостатку кислорода большие потери железа происходит например у женщин во время менструальных кровотечений а у спортсменов мужчин потери железо гораздо выше чем у обычных здоровых людей избыток железо также является вредным поскольку создают свободные радикалы иными словами организм начинает ржаветь так вот на клеточном уровне чтобы железо усваивалось более эффективно и оказывало более полное действие необходимых кальций иметь лучшие источники железа это мясо особенно касается говядины также это любая печень баранья говяжья свиная и почки в больших количествах железо содержится также некоторых фруктах но из растительной пищи она усваивается значительно меньше потому что там она находится в неорганической форме чтобы усвоить железо из того же самого яблока надо сначала его на терке натереть подождать пока она почернеет окислится и только тогда железо исходится на полную мощность параллельно с приемом железа необходим прием ведамина c это восстанавливать железо до органической формы и она будет усваиваться лучше чрезмерное употребление кофеина скажем который содержится в чай замедляет у своими железо суточная норма для возраста от 7 до 10 лет это 8,7 миллиграммов до 18 лет мужская норма 11,3 миллиграмма женская норма 14,8 у женщин это это же самое норма сохраняется до 50 лет а после 18 лет мужчин норма потребление железо сути 8,7 миллиграммов также у железо есть и летальная доза 100 миллиграммов единовременно если наглотаться от железо содержащих таблеток можно умереть объем будет выше 100 миллиграммов